В Видновском перинатальном центре с 31 июля проходит неделя популяризации грудного вскармливания, которая является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка. Для выхаживания детей в центре работает отделение патологии новорожденных и недоношенных. В отделении каждый день работает пять докторов, которые ведут порядка 50-60 детей, которые одномоментно находятся в нашем отделении. Соответственно, заведующий отделением обязательно осматривает в день поступления детей при постановке диагноза, то есть на третьи сутки. Заведующий лично совершает обход и контролирует состояние своих маленьких пациентов. Беседует с мамами, поддерживает их и рассказывает о важности грудного вскармливания. Доктора, как вам относится? Хорошо, хорошо, все на все вопросы отвечает, все хорошо, все радует. Ну что, потихонечку растем? Растем, да, конечно. Юлия Старикова из Подольска родила второго ребенка и сейчас приучает его к грудному вскармливанию. Грудное вскармливание – это в первую очередь мать и дитя. Дитя чувствует мать, поэтому рядом забота, любовь и так далее. Поэтому, мне кажется, грудное вскармливание – это очень здорово. Около двух лет в перинатальном центре существует так называемый банк грудного молока. Сохраняют его в специальных морозильных камерах. Таким вот образом хранится грудное молоко. Это специальные пакеты, которые маркированы фамилией ребенка, датой сцеживания, временем сцеживания. И, соответственно, они замораживаются при определенной температуре. Потом при соблюдении определенной технологии, которая тоже прописана, мы это молоко размораживаем и можем давать ребенку в качестве продукта питания. Также в рамках недели грудного вскармливания специалисты перинатального центра проводят встречи и практические занятия с будущими мамами, рассказывая о важности грудного вскармливания. Дмитрий Книга, Галина Житкова, Константин Брлов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.